Воронеж 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 В Киевской области нацисты пошли уже по знакомому сценарию. Они учинили массовый расстрел пациентов в психиатрической больнице в Орловке. Там погибло 720 человек. Свидетельницей эксгумации тела погибших в Орловке стала Ольга Журавская. И она вспоминала следующее. Когда я ехала на эксгумацию, трупов мне дали 10 девушек и бутыль со спиртом. Я не поняла для чего. Я не пьющая. Но когда мы увидели раскопанные ямы с жертвами, стало понятно. К утру все мои девушки разбежались. Это было неимоверное психическое напряжение. Потому что работа заключалась в том, чтобы все черепа с дырами посчитать, сфотографировать. И фотографии должны были стать документальным подтверждением того, что здесь произошло. В оккупированном Воронеже оставались немощные больные, раненые больницы. Новая администрация закрыла, но продолжали работать несколько госпиталей. В школе номер 29 Воронежцев лишил младший медперсонал. И сюда с огромным риском для жизни устроилась врач детской поликлиники Ревека Мухина, которая и возглавила этот госпиталь. После войны медсестра Ревека Мухина и Нина Рубцова прислала свои воспоминания в клуб «Красная гвоздика». Она рассказала, как врач не отходила от операционного стола сутками, а между операциями искала в горящем городе знакомых коллег. Так отметила историк Татьяна Чернобоева. Немецкая коментатура приказала доктору отправлять вылечившихся раненых в лагерь на Чижовке. Однако отважная Ревека Мухина вместе с Ниной Рубцовой под покровом ночи тайно организовали отправку излечившихся бойцов за линию фронта. За свой подвиг Ревека Мухина она расплатила жизнью, и гитлеровцы расстреляли ее во дворе школы 10 августа 1942 года. Вскоре нацисты поставили перед собой задачу тотально освободить город от населения, и для этого решили уничтожить всех пациентов в воронежских госпиталях. 27 августа 1942 года тяжело раненых бойцов и больным гражданским, которые находились в госпиталях, сообщили, что их перевозят в другое место. В акте расследования преступления нацистов мы читаем следующее. Немецкий офицер объявил, что госпитали эвакуируются из воронежа в село Орловку и Хохол, и предложил больным погрузиться на машины. Тех, кто не мог самостоятельно передвигаться, вывели на носилках и погрузили в автомашины. Когда они были заполнены, немецкие солдаты опустили брезенты, чтобы люди не видели, куда их везут. Выехав из города, автомобили повернули вправо от дороги, что идет на Малышево, и подъехав к неглубокому песчаному логу, они остановились. Слабым и беспомощным людям приказали выходить из машины. Потом их сталкивали во враг, заставляли ложиться на землю лицом и в упор расстреливали. Тех, кто сопротивлялся, убивали ударом приклада по голове. Гитлеровцы убивали даже крупных детей. Единственный свидетель того расстрела – Анна Попова, которая показала место массового расстрела воронежцев. Впервые ее имя под засекреченным сокращением АП было упомянуто в письме бывшего начальника НКВД по Воронежской области. Он говорил о необходимости расследования нацистских злодеяний в регионе и также выявления палачей мирного населения. Из письма следует, что в женщину стреляли, но она уцелела. Он писал, что женщина была сильно истощена, качалась на ветру, как тростинка. Черты лица ее выражали безжизненность и желание, чтобы ее оставили в покое. Она забывала также слова, но в итоге рассказала о трагедии оставшихся в госпитале жителей. После того, как женщина показала место массового расстрела, раскопки там продолжались тринья. Из оврага извлекли 452 тела, в том числе 35 детей. Вместе с ними выкопали и предметы обихода. Это бутылки с водой, с маслом, кружки, молитвенники, чайники и бедоны. Из акта эксгумации следует, что у погибших были огнестрельные пулевые ранения черепа. При этом историк Татьяна Чернобоева отметила, что на некоторых телах этих следов не было. И, возможно, люди могли быть отравлены или погребены заживо. Также она отмечала, что сохранилось свидетельство 80-летнего воронежца Павла Владимировича Романовского, которое позволяло сделать вывод, что некоторых горожан привезли уже мертвыми. Они умерли без должного лечения. На многих телах были найдены также гипсовые и марлевые повязки. Из ямы извлекли много костылей. Воронежцы несколько дней ходили на место казни. Протоптали широкую дорогу в песчаный лоб. Потом состоялись митинг и торжественные похороны. Не так давно областное управление ФСБ рассекретило материалы следственных дел военных преступников, которые участвовали в расстреле. Об этом в августе 2019 года на траурном митинге в песчаном логе рассказал военный историк Сергей Филоненко. Он также опубликовал рассекреченные документы в многотомном научном издании. Из них же следует, что нацисты, которые сводили воронежцев в госпитале, они не оказывали им должной медпомощи, не давали продуктов и воды, тяжело раненых расстреливали. Сторожил воронежа, которого уже нет в живых, рассказывал. Когда немцы стали выселять горожан из города, они с матерью, братом и сестрой добрели до окраина воронежа. Я шел с трудом, прихрамывал, был контужен в одну из бомбежек уже после сада пионеров. Смотрим, едут машины в сторону Орловки. Мать подняла руку. Подвезите сына. Вышел бугай в немецкой форме с белой повязкой. Открыв дверцу вагона, подсадил меня. Я залез, и у меня мурашки по коже. Люди свалены друг на друга. Вонь, кто-то шевелится, мычит, кто-то уже не живой. Слышен голос из самого дальнего угла. Внучок, что же ты делаешь? Куда же ты с нами? Я пролез по телам и кабинке. Реакции не было. Дико забарабанил в порт, и уже на повороте в лоб машина остановилась. Тот же немец буквально выбросил меня из фургона. Я еле поднялся, вспоминает воронежица. Известны имена 171 жертвы расстрела в песчаном логе. Их удалось установить по уцелевшим в земле документам. Татьяна Чернобоева отметила, что расстрел в песчаном логе производил шофер начальника службы безопасности Августа Бруха, Алид Симмерман и немецкий солдат Эдуард Золя. Эти и другие нацистские преступления ценой своей жизни установила бывший преподаватель ВГУ Ева Никитина. Ее семья переехала в Воронеж вместе с Юрьевским университетом, на базе которого был создан ВГУ. Ева Павловна окончила ВГУ и была старшим преподавателем немецкого языка в университете. Никитиной поручили остаться в городе на подпольной работе. Она устроила службу безопасности. Помощник начальника этой службы, Вальдемар фон Радецкий, оказался племянником профессора из бывшего Юрьевского университета, знакомого семьи Никитина. Это был главный воронежский палач, руководитель особого карательного отряда зондеркоманда. Радецкий, балтийский немец по происхождению, родился в Москве, хорошо знал русский, всего владел четырьмя языками. Именно он отдал приказ о расстреле в песчаном логе. Многочисленные повешенные на фонарных столбах, оградах и на руках памятнику Ленину это тоже его заслуга, уточнила Татьяна Чернобоева. Ева Никитина стала свидетельницей того, как каратель Заляя Циммерман вместе с Брухом делили вещи и деньги казненных воронежцев. Судьба Никитиной сложилась трагически. В своих донесениях о сотрудниках карательных органов она указывала свое имя, поэтому была арестована как пособница нацистов и умырла от туберкулеза в курской тюрьме. Спустя много лет было установлено, что предатель Ева Никитиной и особо отличившийся агент разведки под псевдонимом Хорвард – это одно и то же лицо. В 2003 году статью расследования о Никитиной опубликовал в журнале «Подъем» воронежский историк Виктор Шамаев. Родецкий умер в 1990 году после войны. В мае 1945 года нациста арестовали американца. На процессе по делу его признали виновным в массовых убийствах евреев, коммунистов и советских военнопленных. В 1948 году трибунал приговорил его к 20 годам тюремного заключения, но через три года его амнистировали. В 1975 году, к 30-летию Победы, на месте массовой казни воронежцев создали мемориальный комплекс «Песчаный лук». Сейчас он состоит из трех зон – дороги к месту расстрела, которая вымещена булыжником, стены из красного кирпича у песчаного обрыва – это само место расстрела, и место погребения. Установлено 452 надгробия, а рядом памятник. Здесь находится братская могила номер 565. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...